здравствуйте мои дорогие зрители я рада что вы зашли на мой канал дела житейские сегодня я буду пересаживать орхидею под названием попугай в одном из видео в ноябре 22 года я хвасталась своей покупкой сегодня 14 марта наступило время ее пересаживать орхидейка уже отцвела и растет молодой листочек правда корешки еще не активировались в росте но все равно я буду пересаживать потому что впереди будут отключать отопление и я хочу чтобы было немного времени на адаптацию после пересадки ну что приступим за день до пересадки я свою орхидейку полила для того чтобы корни были эластичные и не потрескались во время пересадки сейчас орхидейку нужно вынуть аккуратно из горшка через горшок пророс корешок поэтому мне сложно вытащить придется разрезать горшочек буду делать это осторожно чтобы не повредить перешок еще чуть-чуть надо подрезать горшочек вот теперь все должен вылезти делаем это аккуратненько чтобы не повредить остальные корешки вот так вышел с легкостью горшочек теперь посмотрим какие у нас там корешки и ждут ли нас какие-нибудь неприятные сюрпризы вот я стрясла грунт и посмотрите внутри торфяной стаканчик прямо под самой шейкой его аккуратненько нужно вынуть потому что там внутри могут быть корешки смотрите не повредите когда будете пересаживать свои орхидейки торфяной стаканчик сухой это потому что я свою орхидейку поливала по краю горшка никаких методов замачивания я не применяла это делается для того чтобы стаканчик был не увлажнен и шейка наша не загнивала пересадка это кропотливая ювелирная работа надо все делать аккуратненько чтобы не сломать наши корешки попробую пинцетом под шейку подлезть что-то у меня не получается вынуть стаканчик и пинцетом неудобно подлезть но сейчас постараюсь ну все стаканчик вынула вроде бы там корешки неплохие то что они желтенькие это потому что на них не попадал свет они были внутри стаканчика но корни хорошие плотненькие и поврежденные и не гнилые тот грунт который прилип корешкам я сейчас сниму но то что но то что снять не смогу с корней оставлю так орхидейка лучше приживется со своей микрофлорой родной есть несколько сухих и гнилых корешков я их обязательно удалю в целом корешочки у орхидеи неплохие для удаления гнилых корешков я возьму такой секатор небольшой инструмент обязательно надо обработать спиртом водкой или перекиси у водорода чтобы не занести инфекцию и 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 вот пару корешков ушейки гнилых я удалил они нам тут абсолютно не нужны то место где я обрезала по живую ткань, я обязательно потом прижгу перекисью водорода, чтобы туда не попала инфекция. Шейка чистенькая, без всякой гнили, это хорошо. Вот так вот, вот так вот, вот так вот и вот. сухие и черные кончики на корнях я тоже обрежу прилипшую кору корням я трогать не буду вот только ту которая поближе к шейке там нам абсолютно не нужна постараюсь это сделать максимально аккуратно чтобы не повредить корешки корешки красивые а кора прилипла ничего сейчас постараюсь делать аккуратненько вот так а а еще один кончик сухой нашла а еще нашла раскукленный корешочек так что и корешочки уже пошли в рост это хорошо орхидейки будет легче адаптироваться на шейке орхидеи нашла старые чешуйки от старых листьев высохших вот пинцетом все эти чешуйки сейчас сниму шейка чистенькая но она небольшая у орхидейки есть два детских листика и возможно один из них нам не понадобится я его сниму потому что он будет мешать заглубить орхидейку горшок это делается просто листик рвется пополам и разводим в сторону так он легче будет срываться шейки не повреждая корешочки листочек хороший не гнилой но он нам тут абсолютно не нужен уберу остатки листочка с шейки потом прижгу это все перекисью водорода отрежу старый цветонос по самую шейку а потом это место тоже прижгу перекисью еще нашла чешуйки от старых листьев второй маленький листочек я пожалуй не буду убирать он мне не помешает ну вроде бы все орхидейка в хорошем состоянии никаких болезней нету поэтому я не ничем обрабатывать не буду никакими фунгицидами только вот сейчас прижгу все живые обрезанные места перекисью водорода если у вас нету перекиси то можно прижечь спиртом водкой или корицей необыкновенная перекись водорода трехпроцентно из аптеки купила вот такую бутылочку маленькую с пипеткой так удобней ну потом можете купить большую бутылочку и туда просто подливать ну вот все обрезанные места сейчас прижгу перекисью вот так одной капельки вполне достаточно и так проделаю со всеми обрезанными местами так вроде бы все все ненужное уберу и возьму вот такой горшочек он чуть больше чем родной горшок я думаю что орхидей как туда нормально войдет для посадки мне понадобится вот такой вот мох и вот купила такую вторую сосновую пропаренную фракция 10-20 миллиметра называется ботаника ну что приступим садить орхидейку я буду на фитилек у меня шнурки синтетические они хорошо впитывают воду сейчас отмерю нужную длину я думаю что столько достаточно лишнее отрежу просуну через отверстие завяжу в узелок чтобы они выскакивали из горшка сам шнурок распределю по стенке горшка ни в коем случае его нельзя располагать под шейку орхидеи иначе шейка от избытка влаги может загнить на дно горшка положу немножко керамзита буквально чуть-чуть вот этого вполне достаточно распределю шнурочек по стенкам горшка немножко на дно добавлю коры покрупнее и усажу в горшочек нашу орхидейку ну вроде бы села нормально слушайте так увлеклась что не заметила что чуть молоденький листочек не сломала вы делайте все аккуратно потому что если вы сломаете вот этот вот листочек из точки роста считайте что орхидейка ваша расти не будет в лучшем случае она вам даст детку так что смотрите до меня только сейчас дошло что я чуть листик не сломала ну надеюсь что все нормально обошлось чтобы орхидейка не заваливалась на бок сейчас закреплю ее держателем вот такой у меня декоративный держатель и зажим бабочка ну вроде бы держится нормально зажимы и держатель я покупала на валгерес теперь можно заполнять корой сейчас я ее пересыплю в миску посмотрим что за кора такая такая если по пятибалльной системе на троечку но все же лучше чем в цветочных магазинах вместе с керамзитом такая мелкая влагоемкая непонятно что там больше мусора но это получше будет ну а теперь начался кропотливый момент надо полностью кору подсунуть между корешками под шейку заполнить все воздушные карманы я не буду отнимать ваше драгоценное время поставлю видео на быструю съемку ну вот вроде бы все сверху прикрою мелкой корой корешочки и устилю мхом мох такой же как я вам показывала только тут у меня в мешочке еще немножко его осталось и и и вот что у нас получилось орхидейка стоит прочно в горшочке не качается поливать я ее сейчас не буду поливать я буду только через два дня для того чтобы не загнивали корешочки у нас корешочки повреждены пусть подсохнут за это время ну вот встретимся через два дня посмотрим что там с нашей орхидей кай и я вам покажу как ее поливать спасибо что досмотрели видео до конца всем пока и до новых встреч на моем канале